Приветствую вас, дорогие слушатели, второй части доклада про языковые модели, основанной на принципе поиска ближайших соседей. Меня все еще зовут Котенков Игорь. И сейчас мы разберем вторую статью из нашего цикла и подведем некоторые итоги, посмотрим, во что это выливается и что нас ждет в будущем. Статья, про которую хочется рассказать, называется Improving Language Models by Retrieving from Trillions of Tokens. Она была презентована в 2021 году компанией Google и ее дочкой DeepMind, если бы точным. И здесь в названии выделено одно слово – Trillions of Tokens, что, на мой взгляд, говорит о масштабе проблемы, которую мы будем пытаться решать. Раньше мы говорили про какой-то маленький корпус, какую-то часть Википедии или даже вся Википедия, но англоязычная. Сейчас же дела куда хуже. Мы берем весь интернет, каким-то образом его складируем в нашу базу данных, про это мы говорим чуть позже, и хотим из этого эффективно извлекать данные и использовать их во время инференса нашей языковой модели. Модель, про которую мы будем говорить, называется Retrieval A Hands Transformer или сокращенно Retro. И она выдает примерно такое же качество на некотором дата-сете Pile на английских текстах, используя всего лишь 25 раз меньше параметров, чем в GPT-3. На мой взгляд, это очень клевый результат. Это как раз-таки та самая доступность, про которую мы с вами говорили. Вместо обучения 175-миллиардной модели, которую невозможно поддерживать без целой команды инженеров, мы уменьшаем нашу модель. Если мы сделаем еще один такой прыжок, то, на мой взгляд, это будет очень здорово. Буквально на домашнем компьютере можно будет производить интернет. Здесь для сравнения представлено, кроме GPT-3 модели, на слайде в табличке несколько других современников, так скажем, этой модели. Например, Verasic 1. Это логическое приложение GPT-3 от какой-то лаборатории. В целом она основана на GPT-3, имеет те же самые веса, насколько мне известно, но перед обучением, конечно. Есть несколько представителей моделей из Поднебесной, из китайской части. Видно, что у нас есть модели даже, которые больше одного триллиона параметров имеют, вышедшие в 2021 году, и обучены на каком-то невероятном количестве данных 4,9 терабайта текста китайского и английского, что, на мой взгляд, просто какое-то ортодексально большое число. Вернемся к концепции поиска по базе данных. В целом, на самом деле, в этой статье кардинально ничего не меняется. Мы все еще хотим иметь дата-стор по причинам, которые мы обсуждали в прошлый раз, а именно это удобство хранения, удобство заменить какой-то информации в этом дата-сторе, а также облегчение нашей модели за счет того, что факты реального мира мы выкидываем в некоторый дата-стор, а не шифруем в параметрах модели. Дата-стор устроен точно так же, это K-Value Storage, но меняется принцип, о котором мы разделяем наши текста на ключи и значения. Ключ — это все еще эмбеддинг, построенный на основе некоторого чанка текста или сентенса. В данной работе используют чанки размера 64, то есть, когда я говорю чанк, вы сразу понимаете, что мы говорим про какую-то последовательность длины 64 токена. Токен, напомню, это что-то среднее между маленькой частью слова и всем словом, некоторые слова могут являться токенами, ну и проще думать о том, что это в целом на самом деле слова, просто иногда это части слова бывает. Тем не менее, мы берем некоторый чанк, его определенным способом кодируем, переводим в вектор, про это мы говорим на следующем слайде, и говорим, что это ключ, по этим ключам и векторам мы уже умеем искать, мы знаем, что существуют поиски, методы поиска приближенных ближайших соседей, что нам позволяет осуществлять поиск даже в базе данных огромного размера достаточно эффективно. Также, поскольку мы говорим про уже триллионы токенов, то разделение на чанки и место векторизации каждого отдельного контекста для некоторой последовательности текстовой, мы все будем бить на чанке, что сильно сокращает размер нашего сториджа, количество ключей, по которым мы будем искать. То есть, вместо того, чтобы сдвигать каждый раз наш контекст на один токен, потом на два, потом на три, потом на четыре, мы будем двигать наше окно по чанково, по 64 токена. Векторизовали первые, вторые, третьи и так далее, и так далее, и так далее. Подразумевается, что в эту часть какой-то, какой-то блок логики попадает, и 64 токена это вполне достаточно, чтобы понимать, о чем вообще контекст, что там немножко заранее написано, или что немножко после этого написано, но тем не менее. Также для этого соседа записывается следующий чанк в виде таргета, то есть нашего value, который мы будем использовать при интернете обучения нашей модели. Мы будем называть такой чанк completion чанк, или дополнение по-русски, если говорить. И, по сути, это просто следующие 64 токена за тем ключом, который мы векторизовали некоторым образом. Идея понятна, просто сейчас мы от одного токена переходим к некоторой группе токенов, которую мы хотим эффективно использовать. Что ж, как мы будем эти чанки векторизовать? А именно, первые 64 токена в этой нашей паре ключ-значения. Мы будем пропускать через передобученный BERT, брать его выходной hidden state и считать простое среднее по всем ненулевым токенам. И получать такой стенденция бейтинг, по которому мы, собственно, будем искать. Как это делать, мы уже обсуждали. Почему мы используем завороженный или передобученный BERT? Причина очень проста. Мы не хотим эту дорогую операцию, а именно векторизацию и создание индекса для поиска кандидатов ближайших соседей. Мы не хотим эту операцию повторять часто, потому что она очень дорогая. Поэтому мы хотим взять одну модель, которая уже каким-то образом научена работать с языком. Прогоняем один раз, сохраняем в нашем тата-сторе и больше ее не трогаем. И эта пристика вполне неплохо работает, то есть здесь не требуется каких-то сильных усложнений для обучения каких-то еще отдельных моделей. Почему используется модель BERT, а не декодер моделей, такие как JVT, как мы говорили в прошлый раз? Дело очень на самом деле простое. BERT это по сути тот же самый трансформер. Он состоит из нескольких блоков, но каждый из этих блоков он осуществляет векторизацию с учетом контекста как слева, так и справа. То есть каждый токен, создавая свое векторное представление, будет иметь в себе контекст и слева, и справа. И это нам позволяет получать чуть более дескриптивные эмбиддинги для нашего поиска. Векторизуем мы только первую часть нашей пары ключ-значения, то есть первые 64 токена. Вторые 64 пока мы не трогаем, они просто лежат как указатель, что мы должны будем брать в будущем. В целом как бы pipeline не отличается от того, что было в KNNLM. У нас есть некоторая затравка, наш input, мы хотим его продолжить. В идеале мы хотим продолжить его с помощью какого-то факта, например, точного года, когда был релизан твильмдиона. Мы эту затравку также переводим в эмбидинг с помощью перта, который мы обсуждали на прошлом слайде. Говорим, что это наш запрос в базу векторов, находим или ретривим несколько кандидатов. Достаем также их competition или дополнение и каким-то образом учитываем их во время нашего inference. Вот весь этот процесс поиска каких-то похожих объектов и добавления их в нашу модель в момент inference называется query augmentation. Тут очень легко спутать с аугментациями в классическом диплёринге, про который мы можем говорить, не знаю. Это поворот картинки, это back-translation, то есть перевод текста на один язык, потом на другой. Это немного другой тип аугментации. Здесь смысл аугментации в том, что мы хотим во время inference помочь нашей модели что-то сделать. То есть это напрямую бьется с той задачей, которую мы пытаемся решить с помощью ретривил-механизма. Мы подсказываем нашей модели, что именно должно быть дальше. Ну или какой контекст нужно добавить для того, чтобы сделать правильный вывод о каком-либо событии, например, если мы говорим про факты опять же. И именно такой подход называется query augmentation. То есть еще раз простыми словами, мы находим некоторое множество объектов и добавляем их в наш inference процесс. И за счет этого улучшаем нашу модель. Пайклайн общепонятен, он не сильно отличается от того, что было в KNNLM, но дьявол, как обычно, в деталях. И для того, чтобы разобраться в этих деталях, мы должны поговорить про уже технические вещи. Это те блоки с пояснениями, которые я обещал, когда мы обсуждали план в первой части доклада. И начнем мы с self-attention. Пройдем мини такой класс self-attention 101. Проговорим опять же без формул, просто на пальцах, что это, как работает, какой смысл. И проведем простую аналогию с реальным миром. Если вы знаете, если вы хорошо разбираетесь в KNNLM, если вам неинтересно это слушать, проматывайте к следующему тайм-коду. Буду ждать вас там. Итак, self-attention это такой механизм-трансформер, который принимает на вход набор эмбеддингов, то есть по одному для каждого токена в выходной последовательности, и выдает набор эмбеддингов того же самого размера, такое же количество эмбеддингов, то есть он переводит один к одному, но уже в некотором новом пространстве, то есть он некоторым образом их преобразует. Более того, это преобразование контекстуализирует наши эмбеддинги, то есть каждый эмбеддинг начинает понимать информацию о том, что происходит во всех других эмбеддингах. Давайте рассмотрим простой пример, как работает self-attention. Пусть у нас есть всего лишь один входной эмбеддинг, хотя это не особо имеет смысл, но так будет проще распринять. Он здесь отмечен зеленым, назовем его x1, и self-attention блок состоит из трех матриц. Здесь они обозначены тремя разными цветами. В данном случае это матрицы размера 4х3. Легко заметить, что одна из сторон матрицы должна быть такой же, как размер нашего входного зеленого эмбеддинга, потому что иначе мы не сможем делать матричное перемножение, которое здесь указано на слайде. И в результате этого матричного перемножения мы получаем набор новых векторов, которые могут иметь другую размерность. Но опять же по понятным причинам и в силу свойств матричного умножения. Они раскрашены из разных цвета не просто так. Они, я имею в виду матрицы средств на эмбеддинге, получаемые с помощью этих матриц, несут разный смысл, о котором мы поговорим на следующем слайде. Что мне еще хотелось здесь заметить на этом слайде? Почему я говорю про какие-то матрицы, почему они в слойах нейронных сетях? Ну, все мы привыкли называть нейронные сети нейронные сети, говорить так. Но на самом деле помним, что нейронные сети под капотом это простые матричные умножения. И self-attention слой это не исключение. На самом деле, если вы сделаете линейный слой из размерности T в размерность, не знаю, N, то под капотом этого линейного слоя будет как раз лежать матрица размера D на N. И self-attention это в точности такие три линейных слоя, каждая из которых переводит входной, один эмбединг, который не меняется для всех трех матриц, в три совершенно разных эмбединга, которые могут уже лежать в разных пространствах. Хорошо, мы проговорили, что у нас есть три матрицы. Но чем же они все-таки отличаются? Почему они раскрашены в разные цвета и почему у них подписаны разные буковки? А именно Q, K и V. Что ж, эти слова взяты не просто так. Они обозначают query, то есть запрос, key, то есть ключ и value, то есть значение. Очень близко к key-value-парам, про которым мы уже говорили, но с некоторыми особенностями. Query — это запрос, который слово пытается сформировать контекст, что это слово хочет увидеть рядом с собой. Key — это ключ, вектор или, если быть точным, это вектор, который описывает смысл слова в некотором узком смысле, если так можно выразиться. То есть это не полное его значение, там не словарная целая статья, а некоторое упрощенное содержание того, что за этим словом может потенциально стоять, какой он смысл может нести. И важно отметить, что запрос Q и ключ K должны иметь одинаковую размерность, но при этом матрицы должны быть разными. Имеется в виду прям параметры, которые в этих матрицах хранятся. И есть вектор третий и последний, отмеченный здесь синим. V — это value, это полный смысл этого слова. О том, что такое узкий смысл и полный смысл, мы поговорим прямо сейчас на следующем слайде. Итак, у нас есть некоторый embedding, который был зелененьким отмечен на прошлом слайде. Мы прогнали его через наш self-attention 3 матрички, получили как минимум один запросный розовый embedding. Здесь он отмечен как embedding на листочке в руке человека. И мы хотим найти очень похожие документы на этот embedding. Для этого мы используем ключи, то есть то, какой смысл лежит в каждой папке, грубо говоря, если проводить налоги с поиском в некоторой картотеке. Мы приходим с листочком, говорим, мы хотим найти что-то похожее, смотрим на краткое содержание каждой из папочек, ищем по вот этим вот embedding, которые здесь отмечены красными стрелочками. И как только мы находим что-то похожее, мы можем, во-первых, эту похожесть измерить с помощью скалярного произведения векторов и получить какое-то число, один float value для каждого перемножения, которое указывает на схожесть каждого запроса с каждым ключом. И затем, когда мы поняли, насколько наш запрос сходится с каждой папкой, мы можем взять каждую папку и достать из нее уже полный документ, тот самый value вектор, который несет уже полный смысл этого слова. Что здесь еще важно отметить, как я уже сказал, с помощью скалярного произведения мы ключи и запросы переводим в некоторые цифры. Эти цифры указывают на то, насколько сильно каждая папка или каждый value вектор должен быть связан с этим запросом. Чем больше эта цифра, тем больше вес value вектора в итоговой сумме, взвешенной для каждого embedding взамен к query embedding. Что происходит под капотом? Мы берем все синие embedding, которые у нас получаются, и просто их суммируем с теми весами, которые здесь написаны на слайде или которые вы получаете с помощью скалярного произведения. Таким нехитрым образом вы прошлись по всей вашей картотеке, собрали все embedding или все value значения, то есть, и в один токен, в embedding для токена id, собрали весь смысл со всего предложения. Это очень хорошо работает в трансформерах. Оставим объяснение причин, почему это хорошо работает за скобками. Но смысл в том, что каждый embedding выбирает в себя смысл всех остальных embedding в некоторой степени. И те токены, которые связаны с собой сильнее, они впитывают или обмениваются информацией друг с другом гораздо сильнее, чем с другими. Вот здесь видно, что есть какие-то два абсолютно нерелевантных токена, у них веса по 0,1%, то есть, практически они никак не повлияют на нашу финальную взвешенную сумму. Надеюсь, эта аналогия с картотекой и поиском по ней была понятна. Давайте еще раз кратко проговорим это. У нас есть запрос, мы с этим запросом приходим ко всем остальным embeddingам, смотрим, насколько каждый embedding похож с нашим запросным embedding, и с этими весами, весами схожести, которые мы некоторым образом определили, мы берем и суммируем вэлью вектора, которые несут в себе полный смысл. Можно привести простую аналогию с Википедией. По сути, кий — это заголовок страницы на Википедии, а вэлью — это вся самая основная статья. То есть, мы можем очень быстро по заголовку найти, куда нам нужно смотреть, а потом уже смотреть на полную статью и искать некую-то информацию, которая нам нужна. Вот такая вот простая аналогия лежит за self-attentionом. Не сразу ресерчеры до нее догадались, но очень приятно, что в 2017 году изобрели такой механизм, как self-attention, и начали его использовать в нейронных сетях. Итак, переходим наконец-то к формированию ретро-трансформера. Он состоит из энкодера и декодера, и энкодер кодирует как раз-таки тех соседей, которых мы будем искать. Как мы их ищем, мы поговорим чуть-чуть позже, но допустим, что для нашего текста мы уже некоторым образом нашли несколько соседей, которые мы хотим использовать в query augmentation. Мы их будем пропускать через наш энкодер. Энкодер — это те же самые блоки трансформера с feedforward и self-attention слоями. Про self-attention мы уже поговорили, что это такое. Но у нас решается не задача языкового моделирования, а задача создания эмбеддингов. То есть каждый токен здесь смотрит на токены после себя и на токены до себя. Поэтому каждый токен видит весь контекст справа и слева. В этом отличие в данном случае энкодера от декодера. Здесь используются два блока энкодера, стоящих друг над другом. Их архитектура полностью идентична, но каждый имеет свои веса. Ну и просто делается, грубо говоря, двухуровневое преобразование сначала в одно пространство эмбеддингов, потом во второе. Понятно, что чем больше таких слоев, тем больше параметров получается в нашей нейронной сети, тем больше она может запомнить, тем лучше она переводит слова в эмбеддинги, если у вас достаточное количество обучающих данных. Здесь используются только два, что достаточно мало для трансформеров. И обусловлено тем, что мы заканчиваем не на этой простой векторизации, а после этого еще идет дальше некоторый сложный механизм, про который мы обязательно поговорим. Поэтому два вполне достаточно для того, чтобы решить эту задачу. По крайней мере, согласно тому, что пишут авторы статьи. Декодер уже не такой обычный, как принято говорить в мире трансформеров. Он также состоит из нескольких декодер-блоков, но с какого-то момента, для большой ретро-модели, это с девятого слоя, мы начинаем добавлять специальные ретро-декодер-блоки. Что же это такое и в чем их отличие от обычных декодер-блоков? Обычный декодер-блок состоит, как я уже говорил, из от self-attention и fit-forward части. И таких блоков строятся несколько друг на другом, и в какой-то момент мы добавляем ретро-декодер-блок, который опять же состоит из self-attention и fit-forward части, но помимо этого мы добавляем туда chunked cross-attention механизм. Здесь важно выделить в себя две части. В этом названии это chunked, это очень связано с chunked, про которые мы говорили в самом начале, и cross-attention. Что это такое, мы поговорим чуть позже. Это специальный вид attention, который умеет осуществлять некоторое смешивание смыслов. А для чего оно может понадобиться? Мы уже поговорили про то, что self-attention порождает ключи и значения, и из нашего энкодера, когда мы векторизуем наших соседей, например, в данном случае мы берем всего лишь два соседа, мы можем достать все три матрицы, ключи, значения и запрос. И какие-то части мы можем из них выбрасывать, а какие-то части смешивать. И таким образом наш ретро-декодер-блок будет формировать запросы к этим эмбедингам, эмбединг-матрицам, которые выдает энкодер, и пытаться вытащить информацию из наших нейроснейберов, из наших соседей, которых мы нашли как кандидатов для query augmentation. Это очень похоже, на мой взгляд, на аналогию с удочкой. То есть наш ретро-декодер-блок будет формировать запросы, чтобы вытащить из ключей и значений, из наших соседей, какую-то информацию. Например, мы видим, что мы сейчас должны говорить про год, и ретро-декодер-блок формирует запрос к эмбеддинг, который говорит, слушайте, достаньте мне, пожалуйста, из всех текстов, которые вам передали в качестве кандидатов, год. И видно, что вот из всех этих двух строчек, которые у нас есть, которые описывают релиз фильма Дюна американского, выделяется год, и CrossAttention может на него среагировать. Он скажет в терминах наших папочек, если к ним вернемся, что схожесть заголовка папочки или кий эмбединга очень похожа на то, что у нас было написано на листочке, или на querium-бединг, и перенять эту информацию, она перетечет из наших соседей, которых мы нашли, или этого Чанка, в сам декодер-блок, который еще раз, несколько раз пропустит через себя, через декодер-блоки, через ретро-декодер-блоки, и выплюнет уже год, потому что он всю эту информацию обработал, он не запомнил ее, эти факты не лежат у него внутри, мы взяли из наших соседей. Получается, что все, что наша модель должна делать, она не должна запоминать, она должна учиться формировать запросы к нашим соседям. Если вам не стало понятно, как работает Чанки от CrossAttention, это абсолютно нормально, мы про него говорим очень детально, буквально через 5-10 минут. Ну и что еще стоит здесь добавить, это то, что таких ретро-декодер-блоков стоит несколько, через каждое N, например, через каждые 3 блока декодера, обычно мы добавляем такой ретро-декодер-блок, который делает запросы с помощью Чанки от CrossAttention механизма, в то, что произвел энкодер над нашими соседями, которых мы нашли для этого Чанка. Теперь у нас 5-минутка фактов о нашей модели. На слайде будет написано несколько фактов в разнобой про то, что здесь происходит. Итак, мы говорим про Чанки. Как я уже говорил, Чанки делаются по 64 токена. И причина, по которой мы используем предобученный и замороженный верх, веса которого не меняются во время обучения нашей ретро-модели, это то, что для каждого Чанка текста мы можем припочитать наших ближайших соседей и каким-то удобным образом их записать. И на это во время обучения вообще не тратить времени. То есть мы знаем, что для текста с индексом 15 у нас вот есть там 20 кандидатов, которые мы хотим выписать. И все эти 20 кандидатов, мы по ним можем пройтись, подготовить их еще до того, как сама нейронная сеть начнет обучаться. И таким образом ускорить весь процесс обучения. Ну и во время инференса на продакшене, например, тоже понятно, что очень удобно, когда у вас база не меняется каждую минуту, а вы просто сложили туда все имбидинги, забыли про них, и все у вас работает. Да, энкодер кодирует одновременно и самого соседа, то есть ключ, который у нас лежал в дата-сторе, и его компетишн, то есть дополнение. То есть на самом деле в энкодер подается N кандидатов, которые нашли с помощью проксиматетной рейснейбера. Каждой длины 2 N токенов, где длина чанка. В нашем случае получается, что это 128 при N равна 64. Таким образом, энкодер, если мы вернемся на предыдущий слайд, кодирует не только первую часть нашего предложения, там, допустим, если бы чанк-слайд был 2, то в качестве ключа при поиске ближайших соседей мы бы использовать только имбидинги первых двух токенов, но во время инференса нашей ретро-модели, во время также ее обучения, наш энкодер получает все предложение. Ну, точнее, не все, а в рамках разумного. В данном случае, с примером, если у нас чанк равен 2 токенам, то мы бы выдавали сюда 4 токена, потому что первые 2 токена — это сосед, а вторые 2 токена — это, собственно, комплетишн, из которого, как мы полагаем, будем доставать информацию, которая нам необходима. По сути, это те таргеты, которые были в KNNLM. Движемся дальше. Очень важное замечание, которое может быть непонятно на этом слайде, это то, что энкодер, он на самом деле обусловлен токенами из нашего чанка, который мы сейчас обрабатываем, для которого мы пытаемся сгенерировать в продолжение. Что такое обусловлен или что такое кондишнинг, мы поговорим, опять же, когда мы будем говорить про cross-attention через 5 минуточек. Как вообще эту всю модель валидировать? Немножко забежим вперед, поговорим про то, как будут считаться метрики, потому что подготовка TTC — это достаточно важный этап обучения огромных моделей, которые умеют смотреть вашу тренировочную выборку и находить там какую-то информацию. Понятно, что если мы очень плохо разделим нашу тренировочную тестовую валидационную выборку, то может быть какая-то информация, например, прямо слово в слово будет повторяться и в одной, и в другой части, и тогда наша ретро-модель, если она достаточно хорошая, она научится просто копировать текст из одной части в другую. Для того, чтобы этого избежать, используется очень продвинутый метод валидации. Честно, я таких не видел. Считается схожесть по жаккарду с помощью 13 грамм. То есть вы берете по 13 букв, то есть даже не только что по одному слову захватываете, иногда по целому словосочетанию. И применяется схема с хешированием под названием minhash, что-то такое я вдаваться не буду. И по некоторому порогу схожести по этой функции происходит отсечение наших разбиений, вернее, на трейн, на тест и на валидацию. Таким образом, мы подразумеваем, что если, например, на одной странице, которую мы помещаем в трейн, написано про Шекспира и про его произведение, то ни про что про это не будет написано в тестовой и в валидационной части, потому что все это будет иметь очень высокую схожесть по жаккарду, все это мы отсечем по нашему порогу, и все это нужно переместить в тренировочную выборку. Такая вот очистка наших данных, точнее, умная стратификация наших данных перед применением самой модели. Ну и, соответственно, для того, чтобы избежать самой простой ошибки, это то, что мы получили какой-то документ, например, на тестовой валидационной части, и мы начали из этого же документа прямо копировать, что мы хотим написать. Поэтому, когда мы делаем процесс предсказания, и в том числе во время обучения, и в том числе во время валидации нашей модели, мы никогда не берем нейроснейбора, то есть нашего кандидата, которого вы нашли с помощью Approximated Neuros Neighbor алгоритма, мы никогда не ретрируем этот документ. То есть, если мы его нашли, мы его просто вычеркиваем и не подаем в энкодер. Таким образом, наша модель не может вот этой вот удочкой из него цеплять информацию. Единственный способ — это найти переформулировку или что-то очень похожее в других статьях, на других сайтах, возможно, в общем, в других документах, в нашем огромном Data Story, и уже оттуда выписывать информацию и дописывать ее в конец нашего предложения. Итак, пришла пора поговорить про наш вайплайн, как мы любим с картинками. Будем разбирать эту картинку по частям. И начнем мы с левой нижней части, где мы говорим про input токены. У нас есть некоторая текстовая последовательность, мы разбиваем ее на токены, и вот, собственно, у нас есть, в данном случае во время тренировки, последовательность в 12 токенов. Возьмем chanx-lice равный 4, и видно, что наша последовательность идеально делится на 3 чанка по 4 токена в каждом. Разделим ее, как я уже сказал, на 3 чанка, и каждый из них раскрасим определенным цветом зеленый, синий и желтый. Поскольку мы ищем кандидатов для генерации следующего чанка, то понятно, что для последнего чанка мы не должны осуществлять поиск кандидатов или запускать наш КНН-алгоритм. По той простой причине, что нам просто эти кандидаты не понадобятся. Когда мы ищем кандидатов для зеленого чанка, мы хотим найти информацию, которая нам будет полезна для описания и написания синего чанка. Когда мы ищем кандидатов для синего чанка, мы пытаемся найти такие текста в нашем Retrieval датасете, которые нам помогут написать желтый чанк. А именно написать, я подразумеваю, улучшить предсказательную способность нашей модели в задаче языкового моделирования. То есть это все про перплексию, это все про предсказание токенов, а именно про более уверенное предсказание каждого отдельного токена. Итак, мы получили некоторый набор токенов, мы отправляем его в наш берт, предобученный и замороженный, получаем вектор запроса. Через этот же берт у нас уже пропущено огромное количество текстов, мы запускаем поиск приближенных ближайших соседей и находим некоторых соседей для зеленых чанков и для синих чанков. Что происходит дальше? Дальше, вернемся в нижнюю часть картинки, мы эти токены подаем в наш трансформер-декодер-блок, у него есть имбединг-слой, он конвертирует идентификаторы токенов в некотором словаре, то есть это буквально номера, типа 15, 48, 32, как уже сказал, это номера в словаре, конвертируют их в имбеддинги, с которыми уже может работать self-attention механизм, про который мы поговорили. Несколько раз запускаем обычный декодер-блок в трансформере и в какой-то момент мы должны взять hidden стейты нашего self-attention для токенов, которые мы уже допадали в нашу модель и подать их в трансформер-энкодер, про который мы говорили. Это та самая удочка, которая поможет нам вытягивать информацию, если вспомните аналогию с удочкой. Итак, что происходит дальше более детально? Как же работает наконец-то cross-attention? Что это такая за удочка? Если помните, у нас есть, как я описывал self-attention, у нас есть один имбеддинг, мы имеем три матрицы в self-attentionе, пропускаем этот имбеддинг через матричное перемножение с этими матрицами и получаем три новых имбеддинга другой размерности, возможно. Cross-attention — это все то же самое, только для формирования имбеддинга запроса или query мы используем другой входной имбеддинг. И здесь видно, что добавляется к обычному зеленому имбеддингу розовый имбеддинг. Также обратите внимание на подписи, которые здесь стоят. В данном случае розовый имбеддинг — это токены имбеддинга из наших кандидатов, а зеленый имбеддинг — это токены или имбеддинги для нашей входной последовательности, которую нам необходимо продолжить. То есть в примере с дюной этот токен, например, может быть фильм дюна или год, или предлог in, то есть в каком-то году снято. А розовое — это имбеддинги из наших соседей, которые мы нашли для этого чанка. То есть я напомню, мы разбили все предложение на чанке и для каждого чанка нашли соседей. И, собственно, мы их пропустили через наш трансформер энкода. И таким образом, в одном случае мы формируем наши запросы из одних имбеддингов, а ключи и значения формируем из других имбеддингов. И что нам это позволяет делать? Это позволяет нам искать среди всех имбеддингов, конкретно на этом примере, из всех имбеддингов нашей входной последовательности, которую нам необходимо дописать, и выцеплять из них информацию в наших ближайших соседей, которые мы нашли. Таким образом, во время прогона вот этого верхнего этапа, когда мы формируем векторное представление наших кандидатов, которые мы хотим добавить во время инференса, они вытягивают на себя информацию и говорят как бы нашему предложению. «Дай, скажи мне, что ты хочешь от меня услышать. Если тебе нужен год, скажи год, я это пойму. Если ты хочешь узнать про место, просто передай мне информацию о том, что ты за место хочешь найти, а я постараюсь найти это внутри своего имбеддинга». Таким образом, у нас переплывает информация от того, что мы хотим написать, в то, из чего мы это хотим написать, то есть наших соседей. Самое важное, что здесь нужно заметить, это то, что запросы формируются именно на основе наших кандидатов, а не на основе последовательности, которую мы хотим написать. И это сыграет с нами некоторую шутку чуть позже, потому что все не так просто, как можно объяснить в одном слайде. Итак, мы сделали cross-attention. Представления в encoder теперь знают о нашей входной последовательности, и каждый имбеддинг каждого нашего предложения из датасета, который мы ретриевим, теперь знает о том, что мы подаем в наш input, и таким образом оно контекстуализировано с учетом информации, которую нам необходимо предсказать. То есть могут быть найдены на самом деле одни и те же документы на этапе КННа в верхней части, но если у нас разная входная последовательность, например, сначала мы говорим про фильм Дюна, а потом мы говорим про самый кассовый фильм 2021 года. И мы можем найти один тот же документ, который указывает на этот факт, что фильм Дюна был самым кассовым. Я честно не знаю, это правда или нет, просто возьмем для примера. И мы можем найти один и тот же документ, но понятно, что из него мы должны достать разную информацию. В одном случае мы смотрим на год, потому что мы говорим про конкретный фильм Дюна, а в другой мы говорим про фильм в 2021 году, самый кассовый, и это тоже может быть фильм Дюна. И поэтому в одном случае мы должны в этих имбедингах хранить информацию о названии фильма, а в другом случае мы должны хранить информацию о годе выпуска этого фильма. Итак, мы получим некоторые векторизованные имбединги для наших документов из датасета и подаем их в нечто очень страшное, называющееся Chunk Cross Attention. Что это такое, мы поговорим прямо сейчас. Через одно мгновение, допустим, Chunk Cross Attention каким-то образом обработал, дальше вступает в силу обычный FitForward слой в трансформере, это такие два линейных слоя огромных, Эта операция повторяется несколько раз, потому что, как мы проговорили, декодер-блоки стакаются друг над другом, и вот эта вся модель ретро, она состоит из нескольких одинаковых по архитектуре, но разных с точки зрения весов одинаковых блоков. Потом мы выдаем некоторый hidden state, из него делаем предсказание для распределения вероятности по словарю нашего заранее заготовленного, и мы предсказываем следующее слово, которое должно быть. И во время этого предсказания, понятное дело, что мы учитываем информацию в такой архитектуре из всего нашего датасета. Итак, что же за такой страшный зверь чанк, которого кросс-аттеншн? Знакомо одно словосочетание вам здесь уже должно быть, кросс-аттеншн, мы про него поговорили детально. Но что же означает чанк? Про чанки мы уже поговорили несколько раз, мы весь текст разбили на чанки, и если задуматься, по какой части чанка мы должны решать задачу языкового моделирования следующего чанка, то становится понятно, что на самом деле hidden state последнего токена в чанке должен указывать на всю информацию, которая есть в следующем чанке. Как это работает? Посмотрим вот на первые два наших чанка, зеленый и синий, и если мы возьмем hidden state зеленого, последнего токена, то именно из него мы должны сделать предсказание на следующий токен, который уже будет синим, из синего чанка. Потом мы несколько раз генерируем синего, и из последнего, из имбеддинга для последнего токена синего чанка мы должны начать предсказывать желтый чанк, а из последнего токена желтого чанка мы ничего не должны предсказывать. Для зеленого чанка мы нашли соседей, и именно по этим соседям и по hidden представлению последнего токена здесь мы должны предсказать весь синий чанк, и аналогичная связь между синим и желтым чанком. Что это означает? Это означает, что в качестве некоторого среза по всей текстовой последовательности, которую мы подаем, мы берем ее не всю, мы берем некоторый срез по этой части и подаем в cross-attention. И как раз-таки здесь мы cross-attention, это не тот же самый cross-attention, который был раньше. Здесь мы меняем, и в качестве запросов будем подавать наши токены от входной последовательности, то есть это вторая удочка по сути. А в качестве ключей и значений мы будем подавать наших закодированных из энкодера разретрибленных соседей. Вот они здесь сверху обозначены, это те, которые прошли через KNN pipeline. Ну и, естественно, то же самое повторяется для второго чанка. Появляются новые векторные представления для каждого токена, над ними мы уже можем решать задачу предсказания следующего токена. Получается, что, например, давайте возьмем вот этот вот embedding. Для него мы должны предсказать, получается, вот этот следующий токен. Ну и это понятно, как задача решается. Про него мы говорили в части KNNL. Что означает cross-attention, но немножко другой? Разберем в деталях. Тот же самый слайд, который был написан в прошлый раз, когда мы говорили про cross-attention. Но обратите внимание, что здесь стрелочки перевернуты. Мы меняем порядок, что отвечает за ключи, а что отвечает за значение и за запросы. В прошлый раз мы использовали в качестве запросов embedding из наших соседей. То есть соседи вытаскивали информацию из нашего текста. А теперь же в качестве запросов будет наша входная последовательность. То есть это двойной обмен информацией. Сначала в первом cross-attentionе, во время прохода через энкодер-блок нашего ретро-механизма, мы закодировали наших соседей с учетом информации из текстовой последовательности, которую мы хотим дописать. А теперь мы с учетом информации, которую мы хотим дописать, вытаскиваем информацию из наших соседей, которая там уже имеет информацию о том, что мы из нее хотим вытащить. Звучит очень сложно, но по сути это, еще раз, как я говорил, это две удочки. Первая для каждого соседа определяет, что нужно отдать от этого соседа, а вторая уже вытягивает непосредственно из каждого ретрибленного соседа ту часть embedding, которая нам нужна. И дальше повторяется классический алгоритм cross-attention. Мы из одного embedding, в данном случае из зеленого, получаем запрос, потому что мы их поменяли местами относительно прошлого слайда, а из розового получаем ключ и значение, считаем схожесть каждого токена между каждым ключом и между каждым запросом, и после этого с этими весами будем брать value виктора. Таким образом, во время дописывания целого предложения мы сможем вытащить информацию из кандидатов. То есть первый раз мы отдали им частичку информацию, теперь мы эту информацию от них забрали. Ведете все эти мои аналоги с удочками, с перетеканием информации из одного места в другое, со всеми этими рисунками стало понятно, что же происходит. Кратко summary. Здесь два cross-attention. Первая отвечает за перетекание информации из нашего запроса в наших кандидатов, которые мы хотим добавить в наш запрос, а вторая удочка, собственно, для нашего текста, вытягивает информацию из кандидатов, которых мы нашли. Переходим к результатам, к самым интересным, к метрикам, что же это вообще дает. Здесь и далее на всех слайдах будет использоваться одна нотация, поэтому давайте разделим минуку и посмотрим, что здесь обозначает. Есть две модели, это Retro-Off и Retro-On. Это одна и та же натренированная модель, но просто для одной мы не делаем ретриевл-механизм, то есть имбедники готовятся только сами по себе. Здесь, наверное, проще всего посмотреть на, и самый знакомый для нас слайд будет третий слева. Retro-Off — это модель, которая является просто language-модель, она просто генерирует, пытается генерировать текст, и у нее видно, что перплексия на знакомом нам дата-стате Вики-Текст-103. Она в пике при размере модели 7,5 миллиардов параметров, она там чуть-чуть больше 10, но это бьется с Canon LL, у которого там было 14-15 перплексия. Если мы возьмем модель поменьше, то как раз все значения получаются. Но как только мы включаем Retro-Механизм, то есть имеем возможность находить соседей, то видно, что перплексия просаживается до смешного. Ну, до меньше трех уходит, то есть практически весь текст, который мы должны писать, мы генерируем практически идеально. Понятно, что здесь уже появляется некоторый overfit, то есть, видимо, наша система разделения на трейн-валидацию теста не идеальна, но то, что модель способна находить какие-то переформулировки и очень похожие фразы, настолько хорошо, что у нее перплексия опускается к двум. Ну, это прям мое уважение. Ну, видно, что на самом деле это также зависит от размера модели. Чем больше размер модели, тем лучше она умеет оперировать данными, которые у нас сложены в дата-стор, и тем эффективнее на дата-сете Вики-Текст-103 происходит Retrival. Но даже для очень маленькой модели в 172 миллиардов параметров, это прям безумно маленькая модель по меркам NLP, перплексия очень низкая, ниже четырех. То есть это даже для очень маленькой модели очень хороший результат. Мы не смогли бы его достичь даже с моделью на 7,5 миллиардов параметров, если бы это была простая языковая модель, которая обычно в нашем дата-сете. Остальные графики здесь в Мидии интересны, они говорят на самом деле про все то же самое, но на что интересно посмотреть, это то же самое на самом деле, что было в KNNLM, это то, насколько нам выгодно брать несколько соседей, получается ли некоторый прирост, и насколько нам хочется много класть в наш дата-стор данных. Начнем с второго графика. Здесь по SEOX есть некоторая метрика битс пер байт, я не буду уточнить, что это такое, но здесь важно отметить, что чем ниже, тем лучше. И если мы выключим наш электромеханизм, то есть у нас ноль токенов для Retrival, то вы видите вот на этой вертикальной линии, как расположились модели разного размера. То есть у модели 172 самый плохой результат, у модели 7,5 миллиардов параметров самый лучший результат. Но если мы включим механизм ретро и будем добавлять токены, в пике до триллиона токенов добавим в наш дата-стор, то мы видим, что та же самая маленькая модель, в которой 172 миллиона параметров, она начинает работать на уровне модели, у которой полтора миллиарда параметров, которая в 10 раз ее больше. Просто потому, что у нас есть дата-стор, из которого мы умеем сэмплировать. И эта операция сэмплирования, она очень эффективная, эффективнее, чем была в KNNLM даже. И третий график слева. Это график, который показывает на самом деле все то же самое, та же самая метрика Bits Per Byte. И здесь показана зависимость от того, сколько кандидатов мы ретрифим. Авторы нашли, что самый эффективный способ это ретрифить 40 кандидатов, то есть если вы ретрифите больше, например, сотню, у вас результат ухудшается. И скорее всего это связано с тем, что попадается просто какой-то мусор. Ну вот трансформер все там около нулевой, но не нулевой вес ему дает, и начинает немножко зашумлять свои данные. То есть если вы берете 40 кандидатов, прогоняете их через энкодер, делаете двойной cross-attention, сначала из одного в другое, потом из другого в первое, вытаскиваете информацию, тогда ваша модель на 172 миллиона параметров опять же сравняется по качеству с моделью на полтора миллиарда параметров. Даже будет лучше ее. А если вы измете модель в 425 миллионов параметров, что в целом уже приемлемый размер модели, его все еще можно засунуть в продакшн, это будет работать не так медленно. Ее качество в пике при 40 кандидатах, если обратите внимание, сравнивается с качеством модели на 7,5 миллиардов параметров, которые отмечены красным крестиком. Это просто невероятно нам издает результат. То есть настолько это работает быстрее, потому что поиск ближайших соседей работает быстрее, и настолько хорошее качество выдает. Переходим к картинке, по-моему, финальной с результатами. Она описывает знакомые нам вещи. Мы делаем сравнение с KNNLM, с сетей Wikitech 103, и видно, что здесь очень интересная зависимость. Если мы будем засовывать некоторый большой датасет по частям в наш датастор, то с какого момента у нас начнется улучшаться перплексия? Ну, видно, что если мы положим весь этот огромный датасет в массив текст, не будем говорить, что это такое, то у нас как раз скитая перплексия, про которую я говорил, которая выглядит аномальной, это 3.92. То есть, по сути, наша модель просто научилась безумно эффективно вытаскивать информацию со страниц в Википедии, которые не очень похожи на те страницы, которые она должна генерировать, потому что, напомню, мы их очень, по-моему, разделили на трейн, тест и валидацию. И что здесь еще, на что стоит обратить внимание, это две колонки, database tokens и database keys. Если про KNNLM мы говорили, что у нас в качестве target, то есть в качестве токена, который мы будем агрегировать и уточнять вероятности, будет каждый токен в корпусе, и если у вас в корпусе 3 миллиарда токенов, то вы будете иметь 3 миллиарда пар в вашем индексе для поиска ближайших кандидатов, то в ретро-модели мы говорим про чанки. И если у вас 4 миллиарда токенов в датасете, то это всего лишь 0,06 миллиарда ключей, по которым вы будете осуществлять поиск. То есть, на самом деле, сам поиск будет гораздо быстрее проходить, также с улучшением качества. Но мы можем очень сильно увеличить наш датасет до 2 триллионов токенов практически, и это будет вырождаться всего лишь в 28 миллиардов ключей, по которым будем искать. Это большая цифра, и приближенный поиск в таком наборе данных требует, наверное, какого-то масштабирования на либо на несколько ГПУ, либо на несколько, возможно, даже машин. Это сильно зависит от способа сжатия ваших амбедиков, но, тем не менее, все еще возможно делать это достаточно эффективно, не сильно замедляя процесс интеренса вашей нейронной сети. Это точно будет быстрее, чем обучить модель на 175 миллиардов параметров и применять ее на этом датасете, и говорить, ну, смотрите, мы не делаем поиск ближайших соседей, и зато у нас один форвард пасс для инференса происходит за 20 секунд на трех разных машинах физически. Что ж, мы подходим к концу, начинается часть, которая называется Outro, и здесь хотелось поговорить просто про связь того, что я рассказывал, того, что я пытался объяснить, с реальным миром. Вы можете справедливо заметить, Игорь, наверное, это очень хорошо применимо для НЛП, мы там вот работаем с текстами, но это же очень узко, и не факт, что это будет продолжать развиваться. Суть в том, что этот механизм был применен в модели AlphaFall 2, которая вышла на полтора или даже, наверное, два года раньше, чем модель, которую мы сегодня с вами обсуждали. И более того, это настолько интересно в рамках концепции AlphaFall 2, что авторы используют этот механизм не один раз, а два раза, про это мы сейчас поговорим. То есть в модели AlphaFall 2, которая сделала прорыв в задаче фолдинга белка, то есть предсказания по ДНК-структуре, по некоторой последовательности буквы, кодирующей ваш ДНК, 3D-структура, которая изображена на слайде, то есть прям действительно 3D-частицу нужно изобразить, всунули в эту модель механизм поиска очень похожих молекул и какой-то его постобработки, и это сильно улучшило решение этой задачи, которая абсолютно никак не связана с НЛП, по сути. Более того, как я уже сказал, авторы используют кодирование не только одним способом, но также кодирование другим способом. Я не буду вдаваться в подробности, чем отличается одна база данных от другой, на самом деле, потому что я сам не знаю, я не разбираюсь в этих терминах медицинских и связанных с биологией, но это не просто два датасета, по которым мы отдельно делаем KNN. Это два абсолютно разных структурных датасета, и в одном случае мы ищем просто похожие существующие, насколько я понимаю, геномы, а во втором случае мы ищем с некоторой бази темплейтов или шаблонов заготовок, потом с ними делаем попарное сравнение, и на основе этого наша модель делает какой-то анализ и делает 3D-частицу. Это, как я уже сказал, сильно бустануло качество этой модели и появилось раньше, чем появилось в НЛП, и я думаю, что это будет продолжаться, потому что легко представить, как этот механизм вставляется в модель, например, для обработки картинок. Тут хочется подвести черту по тем, что в последние где-то два месяца, а запись происходит в июне 2022 года, то есть где-то за конец весны, за начало лета, вышло очень большое количество статей от разных лабораторий, которые решают задачу перевода текстов изображения на очень высоком уровне. Это модель DALIA2, это модель IMAGEN, вышла модель какая-то еще, по-моему, называется PATI от Google, и все они решают задачу одну, перевода текста в реалистичное или не очень изображение, без всяких артефактов, даже вот такой мем можно найти на просторах Твиттера сейчас и в ОДС. И очень хочется нашей модели научиться подсказывать каких-то, например, персонажей второстепенных из фильмов или из аниме, или из мультсериалов и так далее, потому что этих персонажей она генерирует достаточно плохо, очень размыто получается, по той простой причине, что модель может и делать эту картинку с каким-то персонажем всего лишь 50 раз, и она не запомнила, она в свои веса, без ретриевл-механизма, не для генерации картинки из текста, она не смогла в себя вместить ту информацию о том, что это за персонаж. Понятное дело, что она предпочла, например, популярных политиков, про которых очень много в интернете написано, как следствие, много картинок их есть в интернете, она предпочла каких-то культовых персонажей, какие-то объекты реального мира, но если мы внедрим сюда ретриевл-механизм, и, например, попросим какого-то второстепенного персонажа из аниме нарисовать, пусть он есть всего лишь на 10 изображениях, мы запускаем ретриевл-механизм, находим 10 картинок, где этот персонаж изображен, добавляем их во время нашего предсказания, то есть в момент формирования картинки, и вуаля, вы уточняете все детали, которые есть на этой картинке, и персонаж получается узнаваемым. Такой модели сейчас, насколько мне известно, нет, буду рад ошибаться, но я думаю, что до конца года она должна появиться, такое вот мое маленькое предсказание про то, насколько будет сильно развиваться эта часть с ретро, с ретриевл-механизмами в трансформерах, и, как я уже сказал, подводя черту, все это будет интегрироваться в абсолютно другие части, мы уже умеем искать похожие белки для предсказания фолдинга белка, мы можем, пока не делаем этого, искать похожие картинки для решения задачи тексту имидж, и кто знает, куда нас это заведет дальше. Может, во время обработки вашего банковского платежа будет подниматься ваша транзакционная история, находиться похожие клиенты, их эмбединги будут закидываться в трансформер, ну а там уже решаться, получите вы кредит или нет. Что ж, на этой ноте я с вами прощаюсь, у меня все, буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях или по реквизитам, которые я вставлял на первом слайде в первой части нашей презентации.